Ран Зеба Уэллса на Человеке-пауке продолжается. Стала ли серия о дружелюбном соседе лучше? Или, может быть, Онгоуинг наконец начал затрагивать этические проблемы общества? А может, он по классике в конце года будет бороться за престижную премию «Рыдающая макака»? Последнее самое вероятное. В общем, сейчас мы узнаем ответы на все эти вопросы сразу, так как я и Джей Круз разберем для вас аж 4 номера этой удивительной серии. А ты, да-да, ты, не скупись, пожалуйста, на лайк и комментарий. Это поможет мне страстно возжелать продолжить разборы серии для канала. Так, ребят, вы же помните, на чем мы остановились в прошлый раз? Ужасная трагедия! Камала погибла! Как же герою жить дальше? Ну, в принципе, ему пофиг. Он веселится с Фелицией и побеждает постоянного неудачника Шокера. И на фоне мы видим, что некие щупальца следят за Питером. Единственные, кто реально переживает, это Норман Осборн. У него эмофаза. Паркер же возвращается после своего тяжелого супергеройского дня и падает на кровать с маской Камалы в руке. Я буду делать это ради нее. Я, конечно, все понимаю, но, чувак, такую вещь можно было бы ее родителям отдать, а не у себя хранить, как трофей. Хотя, наверное, Питер уже знает, что ее воскресят чуть ли не в тот же день, поэтому вся прошлая арка в его серии не имеет смысла. Ну и родителям переживать недолго осталось. Тут в окно к Питеру пробирается шаловливая тентакля. Но у нас тут, к сожалению, не обзор хентая, поэтому щупальца всего лишь укрывают паучка пледиком. Прямо как у вас, ваш дядя. Простите, но было так тихо. А на крыше нас уже ждет этот красавчик. Как же я ненавижу МакГиннеса. Почему? Отто выглядит у него как толстый школьник, который только что сделал какую-то пакость. Если кратко, здесь у нас Зепп решил продолжить свою сюжетку из 900-го выпуска, где щупальца помогли Питеру. После чего Отто хочет отомстить за измену. Октавиус решает, что старые щупальца уже не исправить. Их нужно уничтожить, а заодно сделать себе новые. Их практичность, судя по внешнему виду, весьма спорная. Переносимся к Паркеру, который решает проведать Нормана. Так как помимо смерти Камалы, ему еще и пришлось убить Кавку. Правда, как мы видим, она все-таки выжила и буквально сбежала со стола патологоанатома. Ну и чтобы вам всем совсем уж стало смешно, здесь же все очень весело, да? В историю вводится еще и Джона. Именно к нему приползают побитые щупальца. У меня прям стойкое ощущение, что я сейчас обозреваю что-то не того жанра, к которому я привыкла. Удивительный Человек-паук, выпуск 28. Неожиданно, но Джона тоже оказывается большим любителем хентая, поэтому он на всех парах несется во скорб, чтобы попросить Питера спасти механические щупальца. Норман противится, говоря, что вообще-то это технологии Октавиуса. Но Джона неумолим. Он кричит, «Ах ты бессердечный гуль, что они тебе сделали?» «Ну, пытались меня убить несколько раз», отвечает Норман. «Все могут измениться». Тут уже вмешивается Паркер и подтверждает, что в последний раз щупальца действительно действовали самостоятельно. Орбан в итоге сдается и соглашается помочь. Переносимся к Отто. «А кто это у нас в гостях?» «О, Сириога! Можешь валить из сюжета. Сони твой фильм перенесли на следующий год». Здесь нам как бы объясняют, что те старые щупальца имели часть личности Октавиуса, что могло влиять на них. Новые же содержат только чистую ярость. Идеально для мести. Продемонстрировав обновку Сергею, Отто просит оставить его одного. Питеру и Норману удается спасти жизнь Тентаклем. О чем Паркер сообщает Джонни, говоря, что он относится к ним как к домашнему любимцу. В операционный щупальца приходит в себя и тут же вырывается из рук Озборна. И разрывают кабель. Норман говорит, что это была просто диагностика. На экране загорается тревога. Озборн все понимает. Правообладатель пришел за своим творением. Эй, Зепп, знаешь, не у всех твоих читателей память как у золотой рыбки. Либо охрана в Марвелл совсем не работает. Что в 84-м выпуске, что в этом. Отто просто заходит через главный ход и ему никто не мешает. Доктор Осминог врывается в лабораторию, где его уже встречает Человек-паук. И... Паркер проигрывает за одну страницу, попадая в сцепкие тентакли. Вау, чувак. Это какое уже по счету ваше противостояние? И ты так легко слился? На помощь спешит Норман. И он тоже сливается за пару панелей. Потому что Отто его взломал. У меня вопрос. А 10 лет назад нельзя так было? Может быть мы тогда до сих пор бы читали Супериора? В общем, Отто отпускает Паркера. И говорит, что помнит, что Норман отнял у него. И теперь он кое-что отберет у него. Паркер приходит в себя по пути. Оказывается, Джона спас его с помощью старых щупалец Октавиуса. Питер спрашивает, а где Норман? Что с ним? Ну и в ответ мы перенесемся как раз к нему. Отто пытается промыть мозги Осборну. Показывая свои воспоминания о том, что он с ним сделал. И вся вот эта вот сцена. Это своеобразный референс к тому, как Родерик Кингсли промывал мозги Неду Лидсу. Чтобы тот считал себя Хобб Гоблином. А если хотите подробностей, то на нашем канале есть видео про всю эту замуту с Хобб Гоблином. Ролик реально классный. Возможно, лучший на канале. Я им, правда, горжусь. Так что пройдите, пожалуйста, по ссылочке в верхнем правом углу. Приятного просмотра. Ну так вот, Отто объясняет, что это устройство корпорации Би-Янт. И что он потерял часть своих воспоминаний. И здесь явно замешано что-то сверхъестественное. Он надеялся найти с помощью этого ответы, но, увы. Зато он смог перехитрить и победить Нормана. Теперь ему нужно признать, что ему стыдно. А Норман отвечает, да, так и есть. Этого Октавиус явно не ожидал. Тем временем Питер и Джона решают, что делать дальше. Кентакли приходят в себя и запрыгивают на паучка. Тот сопротивляется и тут до него доходит. Щупальца могут помочь найти Нормана. А для этого им нужно подключиться к нервной системе через... Спинной мозг. Слава богу, я думала через что-нибудь другое. Между тем, Зеп показывает нам очень важный момент. А, на самом деле нет. Копы находят женщину, замотанную в паутину с подписью... И кто же наш герой? Рекраб. О боже, как же мы ждали его возвращения. Возвращаемся к Норману и Отто. Октавиуса сводит с ума его паранойя. Он пытается разгадать гениальный план Нормана, ведь он явно что-то скрывает. Норман говорит, что нет у него никакого плана. Он просто пытается нормально жить. Что приводит Отто в бешенство. И снова метнемся к Паркеру. Наш герой в думах. Использовать ли ему щупальца? Ведь они также были соединены с одним из его величайших врагов. А Джона на фоне кричит что-то типа... Не будь ребенком! Если это поможет найти Нормана, то просто сделай это! И Паркер такой... А, ну ок. То есть то, что это может быть ловушка, что надо хоть как-то проверить все, подготовиться. А, да пофиг. Поначалу кажется, что что-то идет не так. Но в целом подключение прошло успешно. В это время Отто избивает Нормана, требуя показать его гоблинскую сторону. Осборн говорит, что ее больше нет. Октавиус решает, что тогда, в качестве мести, он избавится от доброго Нормана и вернет гоблина. После чего вкалывает злосчастную сыворотку. Паркер же заканчивает свой редизайн-щупалец, говоря, что не только у осьминогов восемь конечностей. А у кого же еще? У кого же еще? У кого же еще? У пауков! Ну конечно! Боже, это напомнило мне мой любимый анекдот. На сельской дискотеке. Хамелеон встает в центр круга и начинает танцевать, меняя при этом цвет. И говорит потом, а, ну че, кто-нибудь еще так может? А-а-а, кто повторит? Йоу! И осьминог такой, подержи мое пиво, 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 подержи мое пиво. Ну смешно же! Удивительный человек-паук, выпуск 30. Здесь Уэлл сразу убивает интригу. Норман начинает смеяться и говорить, что Отто идиот. Неужели маленькая Доза способна повести его к забродским гоблинским настройкам? Осборн объясняет, что в нем уже Доза вдвое больше, он годами кололся, поэтому сыворотка на него больше не действует. Других вариантов у Октависа не остается, как убить Осборна. Паркер же все-таки подключается к Щупальцам и отправляется спасать Нормана. Из-за того, что в них есть частичка Отто, у Паркера теперь синдром Туретта, ну и он может говорить голосом Октависа, чем он и пользуется, заставляя новую игрушку Отто отпустить Нормана. Дальше начинается то, что всегда сложно описывать. Это экшен. Экшен на тентаклях. Поэтому давайте его лучше посмотреть. Паркер по итогу попадает в не лучшее положение и вновь на помощь приходит Норман, прописывающий прямой удар. Октавиус отвлекается, что позволяет уже атаковать Пауку и взять Отто на удушающий. Лишь вмешательство Нормана спасает от летального исхода. Питер просит снять с него эту штуку. Щупальца пытаются сопротивляться, но Питер их уговаривает. Говорят, что им пора расстаться. Пока что вся эта драма, нано-боты и снова Щупальц успели эвакуировать своего хозяина. Позже на крыше у Нормана происходит душиизлияние. Ведь когда он был злодеем, он не считался с теми, кого потерял и кому причинил боль. А теперь он все еще страдает по Камале. Ведь она приносила ему кофе и кринжово шутила. Что делает их друзьями? Ведь она такая добрая. Как забавно, что эта смерть Камалы нужна была кому угодно, кроме самого Паркера. Ему пофиг. Целую арку мы выкинули на другого персонажа. Да, тут можно потянуть, что это помогает выстраивать образ нового Осборна. Но все мы понимаем, что это нужно было исключительно для КВМ. А, и еще тут между делом нам показывают, что хитрый Джона забрал Тентакли к себе. Хм, еще более странным это становится, когда мы вспоминаем про частицу Отто внутри. Блин, это точно сюжет АСМ? Субтитры сделал DimaTorzok